Тема сегодняшнего диалога – это вызов в полицию или в другие правоохранительные органы граждан. Что делать гражданам в случае, если их вызывают в такие правоохранительные органы? Первое, естественно, как показывает практика, зачастую это происходит по телефону. В некоторых случаях это даже происходит в ночное время суток, когда вам звонит сотрудник полиции или из других служб и говорят, что вам необходимо явиться для беседы или же для каких-то мероприятий. Естественно, не нужно сразу все бросать, приезжать в полицию, тем более одному, для того, чтобы удовлетворить просьбу данного сотрудника. Законом предусмотрен определенный порядок вызова лиц для опроса и для проведения всяческих бесед. Первое, естественно, всегда требуйте от сотрудника полиции или других правоохранительных органов предоставить вам письменную повестку, в которой будет указана дата, время, в которое вы должны прибыть, ваша фамилия, фамилия, имя, отчество и должность сотрудника, который вас вызывает. Соответственно, в качестве кого вас туда вызывает, ваше правовое положение или правовой статус, процессуальный статус. Ну и, естественно, по каким причинам вас туда вызывают. То есть, желательно, чтобы было указано в рамках административного производства или в рамках уголовного, уголовно-процессуального производства, вас вызывают для вашего опроса. Второе, если вас вызывают в ночное время суток по телефону и говорят, что вот нужно срочно вам приехать, нам вас нужно опросить. Ни в коем случае также не поддавайтесь таким вот просьбам. Объясните, что вам необходимо, во-первых, получить письменную повестку, во-вторых, вам необходимо указать на то, что в ночное время суток вы приехать не можете и просите, чтобы вас вызывали на другой день, так скажем, в дневное время суток. В-третьих, если вы все-таки приехали в полицию, уже приехали в полицию, вам необходимо в первую очередь зафиксировать тот факт, что вы были в полиции или же в управлении каких-либо правоохранительных органов. То есть вы подходите в дежурную часть, сообщаете свою фамилию, имя, отчество и называете, если вам известно, фамилия, имя, отчество и должность сотрудника, который вас вызвал. И необходимо вам это зафиксировать в журнале. Объясню, для чего это нужно. Для того, чтобы вас потом, позже не обвинили в том, что вы уклоняетесь от вызова или же вы не прибыли по вызову сотрудника полиции для проведения каких-либо мероприятий. Четвертое. Если вы зафиксировали факт своего присутствия в отделении полиции или же в каком-либо другом управлении правоохранительных органов, вы для того, чтобы не затягивать и не отнимать свое же время, вы должны через дежурного сообщить о том, что вы явились и необходимо попросить дежурного, чтобы сотрудник, который вас вызывал или отдел полиции, который вас вызывал, кто-то из них, из этих сотрудников вышел и вас встретил. Потому что вы не можете там сутками стоять и ждать, пока к вам выйдут. Если в течение, может быть, часа никто из сотрудников не реагирует или дежурные части вам отказывают в вызове данного сотрудника и, как они любят говорить, ожидайте, то вы после того, как зафиксируете свое прибытие в журнале, можете покинуть данное место, так как вызвав вас в полицию, они не вправе удерживать вас более трех часов в данном учреждении. И самое последнее, когда к вам обращаются с такими просьбами или, так скажем, такими звонками по телефону о необходимости явиться в полицию, вам необходимо позвонить адвокату или же явиться на такие мероприятия с адвокатом, для того, чтобы адвокат мог квалифицированно оказать вам юридическую помощь, соответственно, проконсультировать в той или иной ситуации при проведении опроса. Вот если вы все эти правила будете соблюдать, то эти правила предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, то это минимизирует какие-либо провокационные действия со стороны правоохранительных органов, ну и, соответственно, это будет гарантией обеспечения и соблюдения ваших прав при нахождении вас в таких учреждениях.